Приветствую ребят, короче, я уже порвал, ладно, короче, купил себе такую штуку, там запускал двигатель, многие советовали, что там обратись к диагносту, там и так далее, и один человек написал, что купи себе ОБД-2, а я об этом тоже, если честно, так подумывал, подумывал и думаю, ну, пришло время купить, взял себе вот такую ОБД-шку, сейчас прикреплю цену, цена получается где-то около 1000 рублей, есть такие же, там за 400, за 300, за 200, но там зависит всё от программы, то есть тут, по идее, я не знаю, правда, неправда, потому что сложно было разобраться, найти, но я вроде про эту почитал, про отзывы почитал, что тут программа какая-то стоит, два точка, нет, тут стоит полторашка, 1.5, а какие-то другие идут, они идут 2.1, и где вот эта полторашка, тут вроде как две платы, но я сейчас не буду его вскрывать, смотреть, там одна плата или две, а там где полторашка, там идёт какая-то одна плата, и он там что-то особо ничего не читает, ну, 2.1 не читает, а полторашка это самое то, что надо. Короче, такая вот упаковка, такая вот сама приспособа, ОБД-2, где тут 2.1, либо полтора, непонятно, но это вроде как бы должно отразиться на самом, в самом приложении, вот, приложение я скачал уже, я, честно, вот это первый раз делаю, я не скачал вот карсканер, как бы все советуют, что карсканер это самое лучшее, самое лучшее приложение, которое есть, вот, ну, короче, сейчас хочу протестировать, потому что у меня бывало, бывает при запуске, то ли она как-то чуть, ну, нестабильно работает, но человек не горит, а бывает, что и моргает, или бывает, загорается человек, потом тухнет, то есть что-то происходит, и мне вот интересно самому иногда тестировать, что происходит с двигателями, с этими всеми датчиками, с параметрами, ну, короче, так вот, сейчас попробую вообще, и скажу свое мнение, есть ли вообще смысл от этого, если получится разобраться, ну, сейчас посмотрим все вместе, ну, это я раз, сейчас пойдем в машину, едва купил себе такую, лампу, это ли может эта коробка вообще нет, коробка может не оттуда, взял леечку такую, что однажды у меня закончился бензин, на видео это есть, я там рассказывал, и короче, накручиваю все так вот, можно, короче, и так, и так, но, короче, лейка-то нужна, потому что здесь с этими бутылками уже надоело, вырезаешь, ну, закончился у меня бензин, я резал бутылку, там, туда-сюда, то сейчас кину, пускай валяется, потому что довольно большая, хорошая, я, правда, заказал две, вторая приедет попозже, думаю, наверное, зря, ну, пускай будет, может, одна в машине будет, одна на хозяйстве, такая вот хорошая лейка, еще гнущаяся, ладно, короче, идем в машину, будем пробовать ВВД-шку, так, ребятки, короче, леечку привязал, веревочку, повесил на гвоздик, леечка уже на своем месте, так, и как только снял, позвонили, потому что я заказал две лейки, вот сейчас приехала еще одна, одна, канистрочка приехала, сейчас покажу, и в прошлом ролике, вроде ли что, я сказал, что я купил чехлы, тут даже дата есть, ох, есть, ничего себе, короче, 25.02, что-то я купил, бросил их, и, короче, не до них было, и даже не распечатывал, сейчас покажу чехлы, ну, короче, сейчас распечатаю, потому что с камерой неудобно, и это, покажу, что я купил, потому что поспрашивали, вот, даже чехлы не показал, сейчас покажу, покажу лейку и канистру, а потом объясню, пока искал чехлы, короче, нашел, у меня валяется такой телек, это китайский, понятное дело, года нету, этот телек я покупал еще, когда я ездил на фуре, то есть сейчас уже вот эти мониторы, экраны, которые встраиваемые, раньше такого не было, вот такой у меня был телек с антенной в машине, и я его смотрел, видите, как он использован, ну, и плюс еще валялся, конечно, но, не знаю, у меня даже провода где-то все вот эти пропали, хотя тут можно подобрать, не знаю, работать, не работать, просто ради интереса, либо выкинуть его, чего-либо, что напишите в комментариях, как думаете, а тут меню, меню, music какой-то, power включить, выход, exit, volume и channel каналы, это что-то даже не знаю, что-то не пользовался, такой вот телек джаджа был раньше актуален, ладно, все, давайте распечатываю, покажу вот эти покупки сначала, а потом пойдем тестировать ОБДшку, так что, извините, кому по ОБД, он хотел четко посмотреть, либо перемотайте на конец, ну, не конец туда, наполовину, либо посмотрите, может интересно, кому как, такое должно быть, елки-палки, смотрите, какое давление, обалдеть, так, ребят, начнем с канистры, канистра 20 литров, толщина металла пишут 0,8, вот эта канистра 10 литров, я ее брал, летом будет 2 года, когда покупал трактор, потому что написано было в тракторе 10, 16 литров бак топлива, но по факту мне давали 20 литров, ну, 20 литровую канистру солярки, и там еще чуть-чуть было даже, и оно влазило, короче, по горлышку, ну, не по горлышку, почти до полного, до полного вместе с горлышком, и влазило, поэтому, десятка как-то маловато, решил взять для трактора, для дизеля, чтобы был побольше канистру, а эту использовать для бензина, потому что у меня есть еще культиватор, такой бензиновый, еще хочу купить в будущем бензопилу, ну, короче, и бензинчик пускай будет дома, на хозяйстве, он всегда куда-то пригодится, а это будет для солярки 20 литров, так, еще напишите в комментариях, как мне ее помыть, то есть, там, надо чем-то специально промывать, или без разницы, можно залить, вылить солярку полностью как-то, и залить просто бензин, и все, напишите в комментариях, кто знает, так, 20 литров, давайте откроем, потому что, видите, новенькая, это уже два года, она чуть-чуть выгорела, чуть даже, но, ну, новенькая, все равно, не проржавела, ничего, ну, такие есть, конечно, чуть-чуть, так, давайте посмотрим вот эту, так, есть воздухозаборник, так, она вроде и не ржавая, потому что, некоторые что-то писали, что, ой, ржавая пришла сразу, вроде нет, вроде отлично, ну, все нормально, вот такая вот канистрочка, короче, в общем, так она фиксируется, ну, вы знаете, да, вот так фиксируется, вот так закрывается, так, ладно, почему я купил, то, что, во-первых, с пластиковыми бегать по заправкам, не все это приветствуют, ну, это не то, что, во-первых, просто одна из причин, во-вторых, у меня пластиковая есть канистра, такая, и, короче, она как-то течет, когда заливаешь, тут, ну, короче, такой у меня цельный нету, чтобы, как вот, например, большой, именно на 20 литров, как вот, например, с антифриза, сейчас покажу, условно, вот, как с антифриза, что горлышко целое, и это, и вот крышку снял, и получается так же, как и тут, а у меня такая, что еще надо, как бы, как доставать, туда-сюда, и такая крышка тоже на нем, ну, знаете, как масло, вот, тоже могу показать, только где, ну, ладно, короче, я думаю, вы поняли, хотя, может, кто и не понял, ладно, короче, вы поняли, то есть, такую вот, это, это, во-первых, во-вторых, я не знаю, как бы, если бы я использовал это топливо сразу, то есть, набрал сразу, сразу этот, сразу куда-то вылил, условно, и все, то еще одно, а другое, что оно у меня стоит, как бы, это, вот, 10 литров, оно у меня стоит, я скажу, что, несколько месяцев может стоять, потому что, есть время, когда я пользуюсь часто трактором, то есть, оно может быть, там, трактор там живет, там, хер да ни хера, оно у меня там на месяц, как бы, а некоторые случаи, вот, зимой, снега не было, я его два раза всего заводил, два раза чистил снег, и то до, до, до Нового года, и сейчас, вот, набрал канистру, еще после Нового года, уже 1 февраля, она стоит, стоит до сих пор, как бы, ну, собираюсь вылить, говорю, потом, следующая уже заправка будет в эту, так что, напишите по поводу чистки, и по поводу, вот, вот, такой вот, канистры, пишите. Что касается лейки, купил я лейку, видите, такое сопло большое, она, 170 диаметр, короче, большой, а вот эта леечка, в которой она, 130 или 135 диаметром, получается, когда я покупал, я подумал, думаю, ну, в принципе, это и визуально вижу, в принципе, могло бы хватить, но, правда, видите, тут гнущийся этот, например, в газель проще вот эту вставил, она держится, а та, например, а в тракторе вот эту, хотя тоже можно как-то, ну, короче, может быть, какие надо, такие более, ну, понимаете, более такие места, где эта будет такая, она стоит там 100 рублей, 120 или сколько, а эта стоит 170 рублей, сейчас тоже, тут, там есть ручка, и привязал веревочку, а тут ничего нету, но я не хочу, чтобы она там валялась, вот, если ставишь ее так в бак, то где-то вот тут сверху сделаю маленькую дырочку, тоже сделаю веревочку и сюда куда-то повешу, пускай висит, висит, так, что, дошли мы до чехлов, вот такие я купил чехлы почти год назад и как-то бросил некогда, потом забыл, потом вспомнил надо, потом опять забыл, ну, короче, вот они, вот видно, конечно, они как кожаны, понятно, что это не кожа, ну, такие вот, мне кажется, симпатичные, с белыми строчками, такие вот хорошие чехлы, одену, уже покажу уже в реальности, как оно, что, с такими дырочками, ну, короче, вот такие вот чехольчики, так, извиняюсь, что, может быть, говорю, кому интересно было вот эта УБДшка, которую мы сейчас идем вставить, а так вот просто пообщались, не знаю, пишите, нравится такое, не нравится, такие вот темы, так что пошли в машину. Что касается канистры и самой лейки, я лейку не знал, не брал, потому что, думаю, вот горлышко большое, оно вверх смотрит, купил 10-литровую канистру, потому что вот так вот на весу держать, сюда заливать, а не сильно удобно, но и попадать, потому что с канистры оно не течет просто, как вот, оно и так, булькнул, ну, как рывками, и бывает, ну, воздух, как бы, выходит, и бывает, и бывает, что вот так все сюда течет, бывает, а что туда течет, ну, короче, сейчас, я думаю, леечку вот так вставил, даже, видите, тут такая штука, большая, не знаю, станет, не станет, а маленькая, станет, я думаю, нормально, ну, короче, две лейки в хозяйстве, пусть будет побольше и поменьше, и две канистры, теперь уже можно сюда с большим горлом лейкой заливать из двадцатки, а не с десятки, потому что с десятки попадало именно в это, ладно, короче, пойдем, так, ребят, короче, вставляем вот сюда ОБД разъем, я так понимаю, или это не оно? а не, вроде, хотя, 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 другого места вроде и нету, короче, ОБД разъем вставил, что-то загорелось, правильно, неправильно, не знаю, потому что как-то оно тяжело вставляется, ну, давайте сейчас попробуем запустить, так, ребят, короче, программу еще раз говорю, кар-сканер, сейчас включу сразу запись экрана, так, чтобы вам было видно не по телефону, и потому что я буду так смотреть и туда и сюда, а по, ну, отдельно выложу окошко и посмотрим, так, программу посмотрел, сказали, что она вроде одна из лучших, и я пока тестирую на бесплатной версии, если оно сработает с газелью и так далее, то, естественно, я возьму там рублей 300, это сколько стоит платная версия, где можно более-более, как бы это, так, запись данных, что-то работа, ну, давайте подключим, подключимся, так, блютуз, ну, давайте, так, не выбрано, разрешить, зачем, ну, давайте, это я первый раз делаю, так что, что-то зависло, или что, разрешить, у меня, что, такой телефон надо заменить, потому что, ну, и все, давайте, перезагружу, перезагружу по новой, подключить, блютуз, лавел 4, ой, у меня еще садится телефон, так, а ну, давайте эту, или вайфай, наверное, вайфай надо, порт адаптера, давайте, вайфай, что надо выбрать, а, машину, так, давайте, сейчас, отмена, мы еще не подключились, так, так, а ну, давайте, посмотрим адаптер, так, ребята, ну, у меня подключилась, можно сказать, самостоятельно, но, для начала, надо выбрать, вайфай, вот, вайфай, выбираем, включилась, само, ну, короче, вот, вайфай, OBD2, выбираем, и мы вот тут, короче, и подключиться, подключение к e-mail подключено, это уже хорошо, подключение к e-bu, тоже подключено, есть, так, дальше, не надо Google Play, это я что-то нажал, не то, короче, дальше, дальше, дальше нам надо, выбрать, наверное, машину, я так понимаю, мой автомобиль, не то, адаптер, так, а ну, давайте, посмотрим адаптер, вот, три порта адаптера 3.5, вот, мне рассказывали, по поводу этих полтора, если помните, и 2.1, а где оно тут, непонятно, но оно где-то должно быть, руководство, как выбрать адаптер для покупки, расширенные настройки, отображать состояние подключения панели, подключаться при запуске, то есть, ОБДшка может там всегда быть, отображение состояния подключения в панели уведомлений, ну, короче, так вот, сначала нам надо найти, ну, не знаю, давайте посмотрим панель приборов, что он сам подключился, или он еще не видит, так, а вот, смотрите, вот тахограф, и тут тахограф, показывают прямо, температура охлаждающей жидкости, на 80, и тут 80, ну, с этим понятно, но мы не за этим пришли, правильно, вот как машина, тут можно статистику расход топлива, ну, короче, запись идет, вы видите, так, где по поводу машины, как ее выбрать, потому что машина тоже нужна, профиль подключения, газ, он сам обнаружил, или что, вот, газ, ОБД-2, пожалуйста, сначала отключитесь, при подключении к адаптеру, ЕМАЛД выбор автомобиля невозможен, то есть, он автоматически подключается, ну, короче, давайте сейчас посмотрим, показатели, так, выбирая это, видите, убирайте тут все вот эти, угол опережения, зажигания, там, продолжение дроссель, положение дроссельной заслонки, датчик кислорода, такой, и так далее, ну, короче, я выбрал 5, но, насколько я знаю, в бесплатной версии больше нельзя, вот, вы выбрали 5, в бесплатной версии вы можете выбрать не более 2, окей, то есть, ну, 2, бесплатные 2, 2 этих, 3 уберем, давайте 2 выберем, ДПДЗ и ДК2 это, короче, с этим надо разбираться, я в этом пока еще ничего не понимаю, но, еще мне интересно один момент, и у меня еще телефон садится, один момент, короче, кому это интересно, вот, так, выбираем, вот, панель прибора, показатели, это, выбираем ошибки, кому это интересно, так, давайте прочитаем, ГАЗ-ОБД2, он сам нашел, автоматический, рекомендую так, прочитать, короче, он сам нашел машину, получается, как-то разобрался, если это так, так, вот, вот и ошибки, Б105-15, неактивный, была, наверное, ошибка, тест, тест, провален, с момента последнего сброса, так, можно удалить, блок управления двигателем, временная, вот, статус временная, нарушает порядок зажигания первого цилиндра, опа, понятно, так, блок управления двигателем, ошибка, ну, смотрите, 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 что получается, ГАЗ-ОБД2, считает, ну, короче, скажу вам так, я, еще разберусь с этим, и кому, если вам интересно это будет, вы мне напишите, я, когда разберусь, проведу полное видео, как, так, вот, П-03-01, временная ошибка, нарушает порядок зажигания первого цилиндра, первого цилиндра, и П-03-00, блок управления двигателем, тоже статус временная, нарушает порядок зажигания цилиндров, оно, удалить коды неисправности, ВБУ и управления, окей, оно, Назад, так, прочитать, читаем еще раз, я удалил вроде одну, да, одну, видите, а, вторая, вот, так, тоже ищет 0,30, так, ищет, 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 короче, скажу сразу, что штука, пока начинает мне нравиться, если, оно реально, так, и будет помогать, это, если честно, очень хорошо, ну, вот, я говорю, что, есть, первая ошибка, видите, архив, В10-15, это в архиве, это раньше она была, ее можно просто почистить, удалить, п-03-01 и п-03-00, она существующая, то есть, она есть, сейчас в наличии, это первого цилиндра, и нарушение, а как я, например, вот, назад отправить, очистить, варианты ошибок, очистить, только на единой ошибке, настройка, это опять чистка идет, или что, очистка кода в неисправность завершена, пожалуйста, помните, что решение сбросить, или не сбрасывать код неисправить, принимается вашим автомобильным блоком управления, очистка кода неисправности, не является способом устранения неисправности, но, я, это то, что видишь блоки, видишь эти кода, и хотя бы уже знаешь, что, какая причина, то есть, диагностику, можно, в принципе, наверное, не делать, а ты знаешь, когда, и, например, сам меняешь, например, какой-то датчик, вот тут можно выбрать, скрывать диагностические коды, неисправность со статусом, отношений, и скрывать коды неисправности, DTS, помечено как архивный, то есть, архивные ошибки можно, а, ну, давайте сейчас посмотрим, что скажет, ну, видите, одну ошибку убрал, которая была архивна, то есть, ошибки сейчас нет, это он просто мне показал, что, что и как, а сейчас нарушен порядок зажигания цилиндров, а знаете, что это может быть еще нарушен порядок, потому что у меня машина на газу, и зажигание на газ выставляется ранее, чуть-чуть, может быть это, но вы тоже пишите в комментариях, я тоже подумаю, и почитаю по поводу этого всего, ладно, ждем последнее завершение, по-моему, штука довольно полезна, но я говорю, ну, вот эти две ошибки, я почитаю в интернете, еще раз повторю, не, вот именно две остались, архивная ошибка ушла, а вот эти две остались, потому что какие-то временные, а ну давайте, проведем такой тест, я вот думаю, а если заглушить, а потом завести, ну да, они те же есть, то есть, проблема с зажиганием, блок управления двигателем, это надо узнать, блок управления двигателем, статус временная, нарушен порядок зажигания, нарушен порядок зажигания цилиндров, я говорю, что зажигание может быть совмещено на ранее из-за газа, потому что тут настроен двигатель, как газ-бензин, либо, либо ли действительно какая-то проблема, ну посмотрим, ладно, ребят, на этом все, я думаю, оно сейчас покажет, то, что уже два или три раза мы смотрели, то есть, ничего интересного, но вот такая вот штука работает, там лампочка мигает, видите, ну вот, я, если честно, рад как бы, вот этому всему, как бы, я, что-то, хотелось, не хотелось, читал вот эти отзывы, как бы, много денег, потому что есть адаптеры и по 30 тысяч, думаю, ну блин, 30 тысяч, там, или 16 тысяч, есть такие, жалковато, и то они говорят, что там газель, ну, многие говорят, что газель плохо читается, а тут купил за 900 рублей, или за сколько, и оно вроде читает, не знаю, правильно, неправильно, это вообще, мне кажется, круто, как вы считаете, так что, пишите, пишите в комментарии, я считаю, что нормально, проверим, еще у меня есть Chevrolet Cruze, у меня есть газон, там тоже должна быть, должен быть АБД разъем, ну, короче, еще надо выучить это, разобраться, ну, короче, давайте посмотрим, а потом еще сделаю ролик, не знаю, когда, но по поводу именно, может, каких-то более тестов понятных, не так, как сейчас мы там пальцем тыкали, куда попало, все, ребят, на этом все, всем пока, до скорых встреч, увидимся в следующих видео.